дорогие друзья у нас такой вопрос екатерина добрый день добрый день подскажите пожалуйста при анальном сексе когда в тебя кончают внутрь можно ли забеременеть дорогие друзья я когда встречаете вопросы я сразу представляю себе автор этого письма 15-летняя девушка и у меня на сайте таких вопросов очень много ко мне присылает администраторы суть вопросов примерно следующие мне 15 лет а если парень кончил мне на колготки под колготками были еще трусы боюсь могу ли я забеременеть у меня задержка один день я очень боюсь сказать маме она меня просто убьет как вы думаете могла ли спермы перебежать через колготки и трусы и могла ли я забеременеть таким образом вот просто шквал таких писем таких вопросов все поэтому когда я получаете вопросы я не удивляюсь это все страхи юных девушек они еще не вполне понимают как контролировать свое влечение как контролировать свою половую жизнь как контролировать последствия секса но очень хочется попробовать поэтому они уж как могут так и пробуют но результаты уж какие получаются но читаем наш вопрос дальше прежде чем на него отвечать я так боюсь незапланированной беременности но это понятно а мы хотя на самом деле а чего вот вот чего все боитесь незапланированной беременности вот какие могут быть последствия у незапланированной беременности ну два последствия да ты или рожаешь или не рожаешь если но если бы вот я оказалась на месте девушки сказала ура господь бог все решил за меня рожаю а вот ну в общем часть это какое а как бы если она не хочет рожать эта девушка то что тогда и делать ну что испокон веков женщина делали расставаться с незапланированной беременностью вы первая в этом вопросе вы последние в этом вопросе не первые не последние и в общем то я понимаю что сейчас вы хотите кинуть меня булыжник потому что аборт нарушает седьмую заповедь ой и нарушает извините какую-то по моему 4 что ли заповедь не убей вот и женщина боится совершить этот грех но как правило вот консультирование показывает что вот этот страх женщины перед абортом это не ее личный выбор определенной этической конструкции это не ее личный выбор такой вот мировоззрение диалоги это как правило родители ей навязали именно этот страх потому что если поговорить с женщиной да вот с этой женщины с любой другой то выяснится что не только 10 заповеди она нарушает еще семь смертных грехов и еще много чего скажите пожалуйста девушка автор этого письма вы поститесь но вы в браке с этим мужчиной сексом занимаетесь и вот сейчас речь придет и пойдет канальному перейдет канального секса да вот эти все вещи они как вот с вашим образом христианства соединяются никак не соединяются вам пофигу да то есть несмотря на то какие есть христианские этические категории вы все равно будете жить половой жизнью вне брака там заниматься там анальным сексом я не знаю может быть вам атом ругайтесь курите иногда просто не соблюдать какие там еще вас есть грехи наверное завидуйте может быть да может быть гордыни у вас бывает бывает гордынь вот почему вы эти это смертные грехи все почему вы их совершать не боитесь а вот именно вот аборт боитесь задумайтесь откуда у вас этот как правило родовые дела это мама свою вину за свои аборты на вас навешала это надо разбираться прокачивать психологов в общем то ну в общем девушка боится незапланированной беременности хотя вот еще раз говорю я девушка отчаянно я бы не боялась и таких много что господь дал что мое то мое семечко попала из него растет ребеночек это хорошо и так ладно каждому свое наша девушка боится незапланированной беременности так она нам пишет я так боюсь незапланированной беременности а мужчины так хочет она чтобы кончать не предохраняйте а я боюсь и не знаю что делать и как правильно поступить идут у меня возникает сразу вопрос такой а мужчина так хочет кончать не предохраняясь поэтому он заходит в аналище именно без презерватива то есть как бы никакими баллона пасти никакими неспецифическими уротритами мы заболеть не боимся да там никакие там нас страхи поиметь заболеваний последствия не беспокоит нормальные да да а дальше в этом вопросе начинается самое интересное мне 34 года то есть вот на полном серьезе дорогие друзья когда я начала читать этот вопрос я думаю что девушки лет 15 16 поэтому она вот так вот вот не знает вот как вдруг из анального отверстия как-то сперма ну там как бы мужчина кончил в розочку и она тогда дать пульсирует еще не сразу она там опять сократится и вот пока она пульсирует там струка спермы подтекает там в влагальщик не затекает и там спермики там побежали 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 и вот суббат беременность и она боится она не знает как люди беременеют она думает руку так вот они перебегают сперматозоиды Может, они не просто перебегают, они, может быть, вы знаете, с альпинистским снаряжением и с рюкзаками переходят, как Суворов через Альпы, проходит через перевал, выходит из Анала, минует, так скажем, заднюю спайку влагалища, пешком так несколько суток доходят, наконец, до влагалища, а там уже и до шейки матки рукой подать. Может, девушки думают, вот так беременность уступает, и задают такой вопрос, но я открываю и пишут, мне 34 года, просто вот, и по-другому, не знаю, как еще показать. То есть, вот, мои подозрения насчет того, что страх, не запланированный беременностью этой девушки, как девушки боятся этого Анала, да, все пишут, это больно, мужики хотят, а мы не знаем, как начать, может, нафиг это не надо, а как ему отказать, а я боюсь ему отказать, вдруг он бросит, все-таки подскажите, может быть, есть какие-то убедительные фразы, чтобы ему отказать. Вот, обычно по Аналу я вот такие вопросы получаю, а здесь девушка так боится беременности, что нафиг Анал, да она там, пожалуйста, она даже два раза, даже три раза может Аналом, вот, только бы не забеременеть. И вот такой страх беременности, больше, чем страх Анала, наводит меня на мысль, что это все-таки, девушка дорогая, не ваши страхи, это какие-то родовые вещи, закономерности, впадали, принесешь убьем, опозоришь семью и так далее, тому подобное. В 34 года, знаете, это самый возраст уже, пора, пора переходить на осознанный уровень и задумываться, задумываться, чьи установки вас говорят, ради кого вы все это делаете, да, чью, в общем-то, больную совесть вы успокаиваете, но явно не свою, явно не вашу. Девушка, задумайтесь, мне просто вас жалко. Плюс в 34 года, я понимаю, в 16 лет девушка не знает, как ей эффективно предохраняться. Вы почему в 34 года не знаете, как вам предохраняться? Ну, 34 года, да в 34 года можно уже несколько раз замуж выйти, родить, развестись, там, я не знаю, что угодно, большой уже срок, это опыт должен быть жизненный. Почему вы все за это время не ходили к гинекологу никогда, никогда не задавали вопрос, никогда с подружкой не обсуждали, а как они половой жизнью живут, предохраняются и не беременеют, не слышали, как другие это делают? Вы одна в пустыне, что ли, живете? Вы в 34 года не можете решить вопрос, как вам эффективно предохраняться? Вы в 34 года не знаете о мировом опыте, который есть на момент начала 21 века, о мировом опыте эффективного предохранения? Вы не знаете, что существуют оральные контрацептивы, вы не знаете, что бывают спирали, вы не знаете, что бывают презервативы? Вот объясните мне, пожалуйста, вы этого ничего не знаете, что ли? Или у вас вместе со страхом аборта в семейных системах записано, что предохраняться тоже вредно, почему вы не знаете, что вредно и все? И вы слушаетесь, вот дети в 5 лет, тут мама скажет, вот в 5 лет, вот не ходи туда, там бука, и дети слушаются. И вот так вот застыли приблизительно ментально в 5-летнем возрасте, не важно, что вам по паспорту 34, но вы маму слушаетесь. Мама сказала, что таблетки вредные, спирали, вредный аборт, смерть, в подали пронесешь, убьем. И вы до сих пор ей верите, вот так вот слушаетесь. Девушки, вы когда будете взрослеть, что это такое? Ну вот, поэтому, в общем-то, вопрос не принимаю. 34-летняя женщина может, и она, более того, она уже адекватно по возрасту должна решить вопрос, как ей предохраняться эффективно. Вот, ну и, наконец, ответ на сам вопрос. Можно ли забеременеть, если мужчина, как бы, осуществил всеми извержения в анальное отверстие? Вы знаете, казуистически, чисто теоретически, если девушка юна, ей между 16 и 19 годами, то она чрезвычайно восприимчива, там даже к одному сперматозоиду, даже к следам сперматозоидов, да, если вдруг там что-то где-то вытекло, и она там вот так вот размазывала слезы по лицу, и там еще сперму тоже куда-то что-то попало, затекло, то да, такая девушка может забеременеть. 34-летняя женщина так легко не забеременеет, не волнуйтесь, если не боитесь ни специфических инфекций у мужчины, пусть кончает вам ванал куда хочет, ну вот, ну а вас, конечно, дорогая, я жду на прием, будем с вами осознавать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok